Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Приветствую также людей, которые смотрят нас в прямом эфире, заседание клуба Комневеды. Сегодня у нас интереснейшая лекция, посвященная величайшему, наверное, минералу и коллекционеру Виктору Ивановичу Степанову. И нашу прекрасную лекцию, здесь вот мы собрались, пока четыре человека, еще Александр должен подойти, те люди, которые в последние годы с ним работали вместе с Виктором Ивановичем. И лекцию будет у нас вести Александр Борисович Никифоров и его садокладчик Борис Борисович Курский. И на экране я буду сегодня крутить слайды. Так что, друзья мои, мы начинаем. Здравствуйте. Сегодня наша встреча посвящена удивительному человеку Виктору Ивановичу Степанову, профессиональному минералогу, необыкновенному коллекционеру, уникальному препаратору, создателю, наверное, самой лучшей каменной коллекции времен советского периода, если говорить по хронологии, непризаименному диагносту камня. Я бы еще мог бы добавить хвалебных эпитетов, но думаю, этого уже достаточно. И я не перебарщиваю. Виктор Иванович Степанов прошел необыкновенный жизненный путь от простого паренька, который родился в Нижегородской области. Город Семенов. До блестящего коллекционера и, можно сказать, музейного сотрудника самой высшей квалификации, которую только можно представить в нашем деле. Вы видите основные жизненные вехи, связанные с именем Степанова. Как я сказал, родился он в Нижегородской области, в семье служащих. Отец у него, по рассказам Виктора Ивановича, был бухгалтером. Мать, кажется, учительницей, если я не путаю. Школу он заканчивал в провинциальном городе Семенове. Еще в школе Виктора Ивановича озарила, так сказать, любовь к камню. Произошло это внезапно. Юновником этого события был академик Александр Евгеньевич Ферстман, который написал одну из лучших книг по популярной минералогии. 25 августа 1935 года Виктор Иванович, это было после 6 часов вечера, воодушевленный прочитанным, закрыл книгу, схватил у отца сапожный молоток и побежал на городское кладбище, где лежали поваленные надгробные плиты. Они были из лабрадорита, и там он добыл первые образцы в своей жизни. Вот при таких курьезных обстоятельствах начался сбор его коллекции. Друзья мои, вы обратите внимание, дата рождения Виктора Ивановича 24-й год, а это 35-й. Это мальчик 11 лет. Да, мальчик 11 лет. И, кстати, по дате рождения, Иисус Христос и Виктор Иванович имели свойство родиться в один и тот же день. Степанов этим гордился и неоднократно это подчеркнул, когда работал в МГР. Но об этом мы заметим чуть попозже. Итак, по хронологии. Степанов школьник, но уже в то время он активно пытается заниматься минералогией, насколько позволяет ему возможности. Он собирает коллекцию камней по Нижегородской области и в 1939 году оказывается на ВДНХ, представляя свою коллекцию в тематическом павильоне. Тогда она была ВЗХВ. Ну, для нас ВДНХ. Любовь к камню привела Виктора Ивановича в стены Свердловского горного института. Я помню, как он рассказывал об этом моменте. Июнь 1941 года. Началась война. А он находится уже в Свердловске. Читает книги. Вдруг в общежитие вбегает кто-то из абитуриентов и кричит. Бросайте книги. Нас всех уже приняли. Их всех приняли без экзаменов. В том числе Виктор Иванович. И первый курс он отучился в Свердловском горном институте. После этого попадает на практику на Памир. Работает коллектором Гуджевасской партии Душанбинской. И из этой же партии его забирают в армию. Призывают в армию. Он оказывается в пехотном училище. Практически год, почти год он там учится. И в 1944 году попадает на фронт. О своих фронтовых годах Степанов не любил, честно говоря, вспоминать. Хотя на ласкане пиджака всегда носил орден Отечественной войны. Но никогда этим не бравировал. Очень неохотно делился информацией. Я когда был молодой, еще глупый, я его все спрашивал. Ну, приходилось кого-то убивать. Он говорит, не знаю. Несколько раз, говорит, стрелял. Стрелял, говорит, хорошо. Они, говорит, падали. А убил или нет, понятия не имею. Но сам он был ранен, оказался в госпитале. И после этого, он был, оказался в госпитале. И после этого стал переводчиком. Если, так сказать, переводчиком с немецкого языка, разумеется. Я хотел обратить внимание, друзья мои. Посмотрите, по дате он 10 месяцев был командиром стрелкового взвода. То есть это младший лейтенант. Дело в том, что младший офицерский состав, тем более пехотный, больше двух месяцев на воене не жил. Ну, ему везло, по всей видимости. Так сказать, Бог хранил. Еще я вспоминаю. Он рассказывал просто, когда мы поехали в Кривой Рог. И он нас провожал. Как раз мы с Балахой поехали. Он говорит, помню, помню Кривой Рог. В феврале, значит, я сейчас не могу Борю очень хорошо пародировать Виктора Ивановича. В феврале 44-го года как раз началась вот эта вот Ясо-Кищеневская операция, то есть из Кривого Рога. На Юг. То есть он оказался, как раз Кривого Рогу, первые, где он принял взвод. То есть он зимой 44-го года из училища попал в Кривой Рог. Ну, не знаю, каким он был офицером, но служить Виктору Ивановичу не нравилось. При малейшей возможности он собирал камни. Он рассказывал, я могу немножко, так сказать, ошибиться, что как-то, говорит, копал окоп, может быть в училище, а может уже, как бы, так сказать, будучи на фронте, и, говорит, видит пласт гипса. Причем гипса очень хорошего, говорит, я, говорит, взял оттуда, говорит, и штыком, говорит, вырезал кусок себе в коллекцию. И, так сказать, вот коллекцию он пополнял при любой возможности. Даже вот в окопе, так сказать, не забывал про камни. А уж когда он оказался в Болгарии, так сказать, волею судеб, там он, конечно, так сказать, оттянулся по полной. Он собирал образцы, например, на очень известном Буховском карьере. Вот, Буховском. И, так сказать, для большинства это ничего не значит, но я могу так сказать, что в первой атомной бомбе, которую взорвали в Советском Союзе, было очень немало Буховского урана. И немцы за это месторождение дрались с огромным остервенением. Его пришлось окружить, чтобы, так сказать, не дай бог, оно не пострадало. И брали его, как бы, так сказать, вручную. Да, вручную, очень трепетно. Вот на этом карьере Виктор Иванович, так сказать, в 45-46-м еще собирал самообразцы. Урановых минералов, они до сих пор сохранились в его коллекции. Ну, это так. В центре Софии он был еще одно время переводчиком с болгарского. Он всегда очень любил немножко по-болгарски. Он очень бравировал тем, что он легко изучил болгарский. А в центре Софии есть гора Витоша, такая святая гора болгарская. А там пигматиты. И у него с горы Витоша турмалинчики там. Малибдениты. А, малибдениты из пигматитов. В сервере. Да, из Витоша, да. И в то же время, разумеется, Степанов познакомился со многими студентами, аспирантами, преподавателями Софийского университета. И эта дружба стала многолетней и, как бы, так сказать, очень плодотворной. Ну, возвращаемся, так сказать, к окончанию войны. Виктор Иванович не хотел оставаться офицером, в отличие от его начальства. Начальство ему бы досталось не очень сладкое. Его командир говорил, Виктор, я из тебя сделаю настоящего офицера. Поэтому Степанову пришлось немножко схитрить. Чтобы уйти от командира, он поступает слушателем военного института иностранных языков Красной Армии. Это был тактический ход. До первых занятий, которые он очень благополучно провалил. Учил он там пару месяцев персидский язык. Но так в Иране и не оказался, слава богу. Но это позволило ему демобилизоваться и в 1946 году оказаться в Москве. Где он фактически восстановился, ну или заново поступил в Московский геолого-разведочный институт. Где... Не, он заново поступил. А, заново поступил. Мы когда его спрашивали, я говорю, Виктор Иванович, а что вы в Свердловске-то поступили, горные-то, до войны? Что сразу в Москву, в Англии? Боялся. Боялся, что не примут. Боялся. Вот такой вот, говор у него был явно не Жигуродский. Вологодский, да. Жигуродский, около. И тут Степанов успешно учится. Три или четыре курса. По-моему, три. Если я не ошибаюсь. Уже к третьему курсу он набрался, как бы, так сказать, многих знаний. Некоторые, конечно, были поверхностные. Он сам потом это признавал. Но, тем не менее, как бы, так сказать, равных ему практически в Англии не было. В шутку он говорил следующую фразу. В Советском Союзе минералогию знают три человека. Академик Бетехтин, профессор Смоленинов и студент Степанов. Я, пожалуй, получше этих двух. Да. То есть, само мнение у него уже тогда было, так сказать, нехилое. Так вот, один любопытный момент, связанный как раз с профессором Смолениновым. Степанов рассказывал мне, как он сдавал ему экзамен. Достались Виктору Ивановичу слюды. Как бы, так сказать, память у него была довольно хорошая. Он написал все формулы, бодренько ответил на предмет. Причем показал формулы Смоленинову. Все вроде, так сказать, хорошо. Заслуженная пятерка. Выходит Степанов в коридор, открывает знаменитую книжку Смоленинову и видит, что все формулы написаны неправильно. Профессор покивал, но свои формулы наизусть он не знал. Степанов сказал, вот. Он убедился, что, как бы, так сказать, знания даже корифеев, так сказать, не абсолютны. А может, пожалел. А может, пожалел. Кто его знает. У Смоленинову уже не спросишь. Вот здесь вы видите изображение Степанова со студенческого билета. Видите изображение старого МГРИ, которое располагалось на Маховой улице. Это раньше был фактически факультет геологического университета. Физический факультет МГУ. Да. А здание, так сказать, потрясающее специально. Сейчас в нем, в этом здании расположен геологический музей Вернацкого. Здесь Степанов проучился несколько первых курсов, а потом он перевелся в МГУ. И уже доучивался в МГУ, поскольку, как бы, так сказать, ему хотелось заниматься большой наукой. А образование георазведочного института все-таки больше образование практика, а не теоретика, которым все-таки Степанову, наверное, хотелось стать. В МГУ он учился два года. И там он, кстати, познакомился с очень многими известными людьми. Наверное, самый известный, кто на слуху, это Александр Александрович Годовиков. В общем, в принципе, дружба и отношения с которым сохранялись в течение всей жизни. Хотя отношения, может быть, не всегда были радужными. Потому что место в аспирантуре университета было только одно. И досталось оно все-таки Александру Александровичу, а не Виктору Ивановичу. Несмотря на все его блестящие способности. И после МГУ Степанов оказывается в Казахстане. В общем, в практической геологии он работал на Верхнекайрактинском месторождении. Это месторождение Вольфрама и Молибдена, если я не ошибаюсь. И проработал порядка трех или четырех лет. Он чисто отработал, как только полагалось. После этого Степанову повезло. И он снова оказывается в Москве в головном геологическом институте, который называется ИГЕМ. Он сейчас сохраняет, по-моему, это название. Сохраняет. Борис Борисович подтверждает. Сначала в первой экспедиции. Первая экспедиция это уранщики. А потом оказывается всего пару месяцев. А потом оказывается в отделе минералогии. У самого академика Чухрова. Тоже одного из корифеев отечественной науки. С Чухровым все было хорошо, пока Степанов не стал открывать рот. Тут надо хотя бы пару слов сказать о личности Степанова. Степанов считал, что те люди, которые занимаются наукой, они должны говорить правду. И поэтому тактичным, а иногда даже просто воспитанным человеком его было трудно назвать. Говорил он правду достаточно резко. Иногда не очень подбирая выражения. И как бы, так сказать, не всем нравилось. Когда академику, допустим, на ученом совете говорят, что это чушь собачья, причем присутствие всего институтского коллектива, то многие... Сейчас, это Евсеев. Дай трубку. Объясни ему. Это Евсеев, да. Значит, это может не понравиться не только академику, но и даже вполне заурядному, как бы, так сказать, младшему научному сотруднику. Поэтому отношения с Чухровым сразу начали искрить. А Степанов, так сказать, имел Чухрова в качестве научного руководителя. И написанная Степановым, так сказать, первая диссертация дала отрицательные результаты. То есть все воззрения академика Чухрова были, так сказать, опровергнуты, разбиты в пух и прах на практике. Ну, вот тут-то, конечно, Чухрову это совсем не понравилось. Поэтому аспиранту Степанову, не аспиранту, он уже был младшим научным сотрудником, так сказать, пришлось катапультироваться из ЭГЕМа и оказаться в другом... Нет, он был заочным. Ну, как он, аспирантом был, но как бы не очень. Ну, соискатель. Соискатель, да. Соискатель, да. Это 50-й, 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 50-й год был. Нет, подожди. Это с 57-го по... А, с 57-го, да. Ну, как? По 63-й он был в ЭГЕМе. И Степанову очень повезло, что, так сказать, его приглядел Кузьма Власов. Это был первый директор института ИМГРЭ. Основатель, можно сказать. Основатель. И он его из ЭГЕМа переманил. И, можно сказать, спас от Чухрова. И, как бы, так сказать, Степанов оказался, так сказать, в очень благоприятной... Среде. Среде. В отличной компании, которая в целом к нему относилась более чем благожелательно. Так, я так очень подробно рассказываю. Это очень важно, чтобы понять все остальное. И вот этот ЭГЕМГРЭфский период жизни, он достаточно продолжительный. Он с 63-го по 84-й год. Значит, хотя формально из ЭГЕМГРЭ Степанова уволили только в 86-м году. Но фактически, начиная с 84-го года, он в ЭГЕМГРЭф был только наездами. И то, это было связано с эвакуацией его коллекции. Которая к тому времени была таких масштабов, что просто ее перевести было даже, так сказать, за какие-то первые месяцы невозможно. И закончил свой трудовой путь Виктор Иванович в музее Ферстмана. До самой смерти он там работал. И, в принципе, вот такая необычная судьба. Один из, можно сказать, уникальных музейных сотрудников сумел проработать в собственной музейной организации буквально последние считанные годы своей жизни. Нет, но он создавал музей ЭГЕМГРЭ. Но это был музей, как сказать, ведомственный, не в вашем понимании, как музей Ферстмана. Этот музей был более чем странный. Вас бы он не впечатлил. Почему? Потому что у него не было постоянной экспозиции. Это раз. Осветил некоторые моменты. Ну, теперь, собственно говоря, о коллекции. Это, так сказать, плод всей жизни Виктора Ивановича. Это его страсть. Это, как бы, так сказать, в общем, собственно говоря, итог всей жизни. Как вы понимаете, коллекции собираются, так сказать, годами. И почему же эта коллекция настолько уникальна? И чем она отличается от других, которые создавались на протяжении 20 века? Ну, прежде всего, как бы, вот хронология. 35-й, будем считать, там, 84-85-е годы. Так сказать, это... Больше 50 лет. Порядка 50 лет эта коллекция создавалась. Давайте взглянем сейчас просто на некоторые образцы и почувствуем, как бы, так сказать, стиль и несколько разницу. Вот на фотографии, которую вы сейчас наблюдаете, это образцы, собранные Степановым в 42-м году. Он еще только закончил первый курс института, оказался на помире. И вот эти вот кристаллики, необычные кристаллы перита, корродированные. Он там... Скелетные. Да, скелетные, так сказать. Он там и обнаружил. Рядом лежит оригинальная этикетка. Причем, это этикетка, так сказать, вот написанная рукой Степанова. Уже переписанная. Это не первая этикетка. Потому что уже, видишь, пояснение, его номер уже поставили. А, первая обветшала, вероятно? Нет, 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 нет. Ну, я сразу признаюсь, номер ставил я, ваш покорный слуга, а этикетка написана Степановым. И вот здесь видно, как... И, Дим, каталог покажи. И вот тут вы можете сейчас увидеть, как выглядел первый каталог. Потому что искусству документации Виктор Иванович учился, как бы, так сказать, интуитивно. У него не было толковых учителей. Но, тем не менее, с самого начала он начал вести каталог. Этот каталог датируется, так сказать, 50-ми годами. Это, так сказать... Это еще личная коллекция. Это конец 40-х, начало 50-х годов. И вот так вот Степанов... Еще, лесни. Вот так он заполнял. Информации немного. Она очень скудная. И, как бы, так сказать... Но, тем не менее, как бы, так сказать... Уже к тому времени Степанов настолько уже оброс коллекции, что, так сказать, в студенческом общежитии была проблема эту коллекцию хранить. Из курьезов, которые связаны с первой коллекцией, Степанов их иногда, так сказать, нам рассказывал в назидание. Он говорит, ну вот вы ищите всякие минералы. Ищите какие-то, так сказать, там редкие и прочее. Я вот тоже был таким дураком. И, как бы, так сказать, не обращал внимания на многие распространенные минералы. Когда он приводил в порядок первый каталог, Листая его, он вдруг обнаружил, что в нем нету банальной роговой обманки. Одного из самых широко распространенных амфиболов. Борис Борисович не даст меня, так сказать, тут покривить душой. Так сказать, он был подпресен. Так сказать, минерал проходной, так сказать, на массе месторождения, он даже вообще не представлен ни одним образцом. А там какие-то другие, так сказать. Я почему вам говорю, что надо начинать сначала с породообразующих минералов, на самом деле. Ну ладно, так сказать. И вот вот... Ну это я просто, потому что Степанов этому научил, что... Да. Узнаешь их, узнаешь и остальные. Да. А не будешь принимать породообразующие за какую-то достойную редкость. Но, так сказать, вот чтобы по контрасту оценить, все-таки, какую эволюцию, какой путь прошел Степанов, сейчас Дима поставит нам изображение последующих образцов, которые оказывались в коллекции Степанова. Они экспонируются практически все в музее Ферстмана, на витринах. Вы вот видите, значит, справа, значит, один из уникальных образцов гетчелита из Киргизии. Расскажи про историю этого самого гетчелита. Как раз слева. От меня справа. А, ладно. Все, все, все. Слева красный, это гетчелит. И, как бы так сказать... Расскажи, как он ругался на ученых, которые его пропустили. Ну, рассказывай сам. Ну, дело в том, что гетчелит, он был открыт Волгином, да? Да. Вот. В Хайдаркане. Причем сначала его принимали, ну, месторождение, так сказать, сурмяно-ртутное, да? Кидайте. Ярко-красные вот такие массивы, блестящие и так далее. Вот. И только Волгин обладал внимание, что у него прекрасная спаянность. И он стал изучать его. И там вот эти массы были буквально в ладонь. И пока он, как говорил, тютькался с этим... Они причем ходили, назвайте его тоже нашим именем, там, хайдарканит и так далее. Американцы нашли на Гетчелл-Майн какие-то малюсенькие микроскопические иголочки. И опередили. И опередили. И он так по этому поводу переживал, конечно. Ну, зато была первая совершенно уникальная находка в СССР, так сказать, на хайдаркане. Ну, давай сейчас просто без комментариев. Рядом, видите, скол гидробарацита, так сказать, сферолита гидробарацита, очень, как бы, симпатичный. Значит, кстати, он... 4640? Да. Кстати, он собран, этот образец собран лично Степановым, это датирован 47-м годом. Это когда только индер открывался от этой прекрасной бесконечности. Значит, из боровых минералов... Индерборид. Значит, индерборид, довольно, так сказать, колоритный сросток кристаллов сбор 82-го года. В центре образец кварта с включением, причем включение очень хорошо окристаллизованного кристалла гимнерита. Это из карабы образец. И перит... С лициналями такими хитрыми. Да. С помиром. Давай дальше. Это какое-то лициналя? Лициналя-то холмик на грани. Потом потом. Некий рельеф такой. Я вам рассказываю. Значит, здесь вы видите зеленый кристалл апатита, искривленного, так сказать, с Урала. Значит, и с белореченского месторождения образец, так сказать, герзорфиты, никелины и настурану, который был подарен Любченко из Ясентуков. Давай еще. Но это не та белоречка. Та белоречка, в которой мы ездим, это выше. А это вот образцы именно с уранами шахты, которые в самом низу, которые сейчас засыпаны. Слава богу. Да. Да, некоторые. Да. Ну, вот еще один из потрясающих, запоминающихся образцов. Он попал к Виктору Ивановичу от Бориса Зиновича Кантора. Это были, значит, сбор рабочих. Образец от рабочих попал к Кантору, а Кантор поменялся со Степановым. И, так сказать, посмотрев на эти образцы, видно, что они все как бы высшей музейной ценности. Они могут быть использованы в любой частной коллекции и могут украшать экспозиции любых музеев. Что, в принципе, они и делают, так сказать, до сих пор в музее имени Ферсмана. Так, вот этот образец, он представлен как бы в назидании, поскольку он иллюстрирует тот постулат, который нам Степанов вдалбливал неоднократно. Что, говорит, ребята, собираются камни, а все образцы делаются. Степанов был прекрасным препаратором, так сказать. То есть он умел обрабатывать камень и делать его и эстетичным, и максимально информативным. То есть убирая все лишнее. Причем этой деятельностью он начинал заниматься прямо вот буквально, так сказать, на карьере. Отбивая образец, он тут же его очень мастерски и ловко, так сказать, формовал, доводил, так сказать, до определенных кондиций. Причем он еще настаивал на том, что лучше эту работу сделать именно прямо у стенки. Потому что, говорит, ну отбил один образец, если ты его разбил, так сказать, во время препарации, у тебя всегда есть возможность, как бы, так сказать, добыть еще дубликат. Поэтому, вот Виктор Иванович, он перелопачивал буквально груды материала, и, так сказать, его коллекция была очень обильной. Ну, теперь, наверное, пришло время как-то более обобщенно рассказать про его коллекцию. На образцы мы посмотрели, теперь, значит, коллекции, какие у нее, так сказать, были параметры. Разумеется, так сказать, ну первый параметр, который приходит в голову, какое количество образцов было в коллекции Степанова на тот момент, когда Степанов ее передавал в музей Ферсмана. Вот количество сейчас, вот это сравнение. Может быть, это количество не самое впечатляющее, так сказать, значит, 8500 образцов это коллекция А, и порядка 15 тысяч это коллекция Б. Ну, в сумме больше 20 тысяч. Первый вопрос, что такое коллекция А, что такое коллекция Б? Значит, Степанов разработал уникальную структуру коллекции МГРЭ, когда он там оказался. Он понял, что всегда надо выделять верхушку, так называемые сливки, наиболее представительные, информативные, диагностированные, исследованные образцы. И вот по всем вот этим параметрам он начал выделять лучшие образцы в такую отборку, которую он назвал коллекцией А. Коллекция А не была статичной, она все время пополнялась, и по мере того, как были те или иные поступления, образцы из коллекции А могли уходить в коллекцию Б. Наоборот, из коллекции Б могли подниматься после какой-то диагностики, изучения. То есть коллекция жила довольно интенсивной жизнью. Было еще основание пирамиды, это коллекция С, так называемые рабочие материалы. Их было больше всего, и они были, конечно, уже не считанные. Если, допустим, в коллекции С, наверное, какого-нибудь кварца были, так сказать, многие тысячи образцов, то в коллекцию Б и в коллекцию А уже попадали первые сотни. Так сказать, там можно, по статистике это будет, наверное, сейчас, так сказать, даже проиллюстрировать. Ну, так вот, сказав про то, что, так сказать, в основных коллекциях было больше 20 тысяч образцов, надо еще, так сказать, дать характеристику по представленности минеральных видов. Поскольку эта коллекция была необычной, она считалась в МГРЭ эталонной. Чем обеспечивалась ее эталонность? Это прежде всего необыкновенно дотошной диагностикой и исследованием образцов. Виктор Иванович на слово не верил. И когда он оказался в музее Ферсмана, так сказать, там и под его руководством началась ревизия диагностики фондов по некоторым минералам, там были ошарашивающие, так сказать, совершенно, так сказать, результаты. Я уж там не помню, там по каким-то циолитам из 50 циолитов, которые записаны были на минеральный вид, там треть оказалась совершенно посторонними минералами. Вот вам, так сказать, результат грубой ошибки при визуальной диагностике. Причем, чем они только не оказывались. Это Матросова рассказывала. Ну так вот, Степанов на слово не верил. Он, во-первых, сам обладал умением работать с паяльной трубкой, делал рентгеновские исследования, дебаеграммы рассчитывал. У него была просто даже целая коллекция этих дебаеграмм. Он дружил со всеми лабораториями, так сказать, геологических институтов, которые были в Москве. И, так сказать, просто охотился за анализами, охотился за образцами исследованными. И дружил с авторами, так сказать, наиболее интересных камней, которые появлялись в Москве, в Ленинграде, так сказать, в то время. Ну, и даже тот же самый Власов, когда ознакомился с трудами, собственно, с коллекцией Степанова, уже тогда они ставили коллекцию МГРЭ выше, чем коллекции других институтов и музея Ферсмана. Почему? Потому что она была эталонной. Практически все образцы были исследованы. Причем исследованы в самых разных аспектах. То есть, и сам Власов, академик, считал, что она эталонная. Да, посыл был очень-очень правильный. И очень хорошо, что Степанов оказался в кругу единомышленников. Практически все сотрудники МГРЭ, так сказать, щедро делились с Виктором Ивановичем результатами своей деятельности. Что-то он отбирал. Причем иногда отбирал по беспределу, а иногда отбирал в качестве подарков. Я вот заметил, что, так сказать, он родился 7 января. Так вот, как только, так сказать, кончались новогодние праздники, Степанов брал лоток и шел по коридорам своего института. И говорил, вы помните, какая дата была? Родился Иисус Христос. И я тоже. Давайте мне подарки. И некоторые подарки он приглядывал заранее и конфисковал их в пользу своей коллекции, своего музея. Практически все отдавали с легким сердцем. В том числе и очень хорошо исследованный материал. Все это прелюдия, которую я рассказывал, для того, чтобы подвести итог. К моменту передачи коллекции Степанова в музей Ферстмана, в ней было практически 1300 минеральных видов. Причем не просто минеральных видов, а подтвержденных видов. Одно дело, что мы друг другу говорим, бла-бла-бла-бла. А другое дело, покажи анализ, покажи публикацию, отвечай за слова. Вот Степанов был таким человеком, который от всех требовал отвечать за слова. Не всем нравилось, но что тут поделаешь. Это был стиль Виктора Ивановича. И коллекция Степанова на 1987 год была третьей по значимости, по представленности минеральных видов, в музеях СССР. Причем это итог деятельности одного человека. Вот чтобы этого добиться, пришлось немало потрудиться. И вообще, можно сказать, собирание коллекции – это настоящий каторжный труд. Другое дело, что каторга Степанову нравилась. Позвольте маленькую ремарку. Конечно, такой человек дни и ночи проводил у себя в институте. И, в общем, женился он уже, будучи зрелым. И как бы, так сказать, я помню, как он вспоминал про это. Так сказать, собрались в основном, конечно, геологи на свадьбе. И один из тех, кто поздравлял Степанова, сказал очень афористично. «Витя, ты не представляешь, как тебе повезло. Клара...» А вот про тебя я это сказать не могу. Давайте за это поднимем тост. Вот так вот. Ну, она была, конечно, золотой женщиной. Потому что такая могла вытерпеть рядом такого необыкновенного трудоголика. Не совсем рядом, в общем-то. Да. Потому что большее число времени он проводил, конечно же, в своем подвале в МГР. И вот Малеев как раз вспоминал, что они в то время все время ездили по подмосковным карьерам. И вдруг Степанов говорит. «Ты знаешь, я не могу в воскресенье поехать». Малеев, а что случилось? «Да у меня, говорит, свадьба». И вот так, так сказать, была отменена одна из поездок по карьерам в Подмосковье. Ну вот. Значит... Дальше поехали. Давай дальше. Ну, понятно, да? Кстати, друзья мои, обратите внимание. Кольцид на первом месте. Да, вот здесь вы видите первые... Значит, численность первых ста минеральных видов, которые были представлены в коллекции Степанова. Вот так сказать. Ну вот первая десятка, она вполне объяснима. Так сказать, кварц. Кварц, кольцид, перит. Единственное, немножко можно вздрогнуть, увидев киновый. Но тут это отдельная история и, как бы, так сказать, тоже целый сюжет. К нему потом, наверное, еще вернемся. Про Эмгре когда будем рассказывать. И вот теперь. Нет, ну вот, подождите. Сначала вот эти наши республики. Да, и как характеризовала эта, так сказать, коллекция, так сказать, топографию находок, да? Или как это правильно сказать? Географию. Да, географию находок. Конечно, большинство находок этого были республики Советского Союза. Это, конечно, ясно, потому что Степанов, конечно, по миру поездил очень мало, значит, и большинство материала было отечественного. Но, тем не менее, так сказать, причем с большим отрывом идет впереди Россия, Казахстан, Казахстан, Киргизия и Украина, так сказать. Но, тем не менее, как бы, так сказать, зарубежных образцов в коллекции оказалось очень немало. Для страны, которая живет за железным занавесом, в которой не проводятся ярмарки, где все можно собрать, собственно, только своими руками, либо с кем-то поменяться, кто выезжает за рубеж. В общем, это очень достойный результат. Я могу сказать, вам такое и не снилось. Это уж точно. Да, что ты можешь сейчас все купить, да, откуда хочешь. Из Малави, пожалуйста, из Малави. При этом, если смотреть на первую десятку, конечно, некоторые, я бы так сказал, при страсти и несуразности, они вылезают. Например, что в минологическом отношении такие страны, как Болгария, Венгрия, ну, даже, ну, ладно, так сказать. В общем-то, это не Мекка, куда, так сказать, едут люди за камнями. Это не сумеет, это ненавидие. Да, но, тем не менее, так сказать, или Дания. Да, нет, это Гренландия, простите. Значит, все. Ну, ты с языка снял. Ну, извините. Ну, тем не менее, так сказать, и Венгрия, и Болгария были представлены очень-очень полно, я думаю, так сказать, возможно, и в их музеях, так сказать, подобных образцов, так сказать, не так много, так сказать, имеется. Ой, скорее всего, какой-то агат или гранат, я уже... Гранат, гранат, гранат. Я могу ошибиться. Гранулитовые комплексы с гранатом. Ну, потом нам поподробно. Да, давайте... А что там, месторожение растет? Да, нет. Что там есть, это гранат. Да, там главное, что есть, это эскармы, да, там такие. Хорош. Ну, в общем, видно, что зарубежные страны были представлены, и надо отдать должное титаническим усилиям, которые Виктор Иванович сделал для того, чтобы все это получать. Многие, так сказать, вещи ему, кстати, присылали из-за рубежа. И я, когда видел корреспонденцию, я был ошарашен, потому что на самом деле, так сказать, я смотрю на конверт, написано профессору Степанову. Я спрашиваю, Виктор Иванович, а какое у вас звание? А у него никакого звания нет. Даже кандидата наук он не защитил. Поэтому, вот с формальной точки зрения, ну, конечно, это неудачник. У него, так сказать, по... Ну, как это? По мнению большинства... По карьере, да? Да, так сказать, ничего выдающегося. Младший научный сотрудник. Сначала в Эгеме, потом в... В МГР. В МГР, так сказать. Ну, звезд мне бы, как говорится, вроде бы не хватал. Потом сделали его старшим научным сотрудником. Публикации были. Работы были безупречные. Как бы вот по совокупности работ стало ясно, что он как бы всему соответствует. Но он так и не защитился. Человек, который написал в своей жизни три диссертации. Первая неудачная у Чухрова. Потом была пещерная. И уж последнюю, как... По коллекции он пытался, так сказать, при помощи мини... По совокупности, да. По совокупности. И так он и остался некоронованным королем нашей отечественной минералогии. Не имеющим даже степени. И, кстати, мое первое с ним знакомство. Это... Забегая вперед, но тут я уж не могу не похвастаться. Это 1981 год. Июнь месяц. Я студент, который закончил два курса. В пединституте географ. Значит, должен поехать на Чукотку с отделом сурьмы и ртути. Пришел к своему начальнику, к Пете Горчакову. Петя говорит, ну тебе повезло. Сегодня увидишь Степанова. Кто такой Степанов? Что такое Степанов? Я говорю, кто это такой? Ну, говорит, этого человека, не снимая с него пиджака, можно сделать академиком. И ты сейчас с ним будешь общаться. И Петя, честное слово, не соврал. Я получил такой, так сказать, шквал информации за один вечер, что, в общем, был, конечно, ошарашен. Вот так вот мы познакомились со Степановым. Ну да, действительно, не снимая пиджака. Но я хотел сказать, пока мы ждали-ждали Александра Андреевича прихода, но он пришел, так сказать, посреди бала, дело в том, что Саша говорил как раз про карьеру Степанова. Он был младшим нашим сотрудником. А когда его сделали старшим нашим сотрудником, тебя же с Тамарой к нему как раз уже приставили, да? Что тебя в музей взяли. Я даже не вспомнил. Сань, ну расскажи. Давно это было? Нет, вот как раз. Ладно, мы про коллекцию. Мы просто хотели, чтобы ты тоже что-то сказал. Все, Дим, дальше. Поехали дальше. Шкала. Значит, и... Ой, стоп. Да, вот так. И чтобы вот охарактеризовать коллекцию, надо все-таки прокомментировать те подходы, которые Степанов практиковал в своей деятельности. Коллекция, коллекция рознь. Можно собрать любую подборку минералов. В принципе, она может называться коллекцией. В чем была уникальность Степановской коллекции? То, что, во-первых, она была очень достоверно проверена, подтверждена. И то, что Степанов выработал особый совершенно систематический подход к формированию коллекции. Он обращал внимание сразу на несколько сторон любого экспоната. И его понимание ценности образца изложено в такой шкале, которую вы видите. Ценность образца по Виктору Ивановичу базировалась на трех китах. С одной стороны, это эстетическая сторона, как он внешне привлекательно выглядит. Насколько этот камень редкий и насколько он изучен. И как бы вот, так сказать, по каждому параметру была десятибальная шкала. Это совершенно уникальный подход, который, к сожалению, не был полностью воплощен. Но, как бы так сказать, когда Степанов это понял, что по этим рубрикациям надо подходить к коллекции, у него сразу пошло формирование коллекции. И сформировав, допустим, коллекцию А, он очень быстро разбирался с коллекцией Б и с рабочими материалами. Ну вот, про шкалу эту запомните. Это вот действительно выдающееся достижение, к сожалению, не до конца оцененное и не до конца воплощенное. Ну, как бы так сказать, вот... Нет, ну на самом деле, когда ты будешь говорить о музее Ферстмана, ведь вот это вот... Элементы этого до сих... Да. Так. Что? Формат? Формат? А как же? Дело все в том, что, скажем так, в формате... Скажем так, ну, знаете золотое сечение, да? Образец должен быть формат пропорциональный. Вот форматность не может... Не так, скажем так, со статистической точки зрения, если у вас есть вот такой вот, так сказать, бульди, как говорил Виктор Иванович, и там какой-то редкий кристалл, да? Виктор Иванович всегда старался привести образец к такому формату, чтобы главный вот этот вот существенный признак или существенный минерал, который находится на этом образце, он смотрелся пропорционально. Не где-то там сбоку припеку, да? Чтобы он был по возможности где-то в центре образца и так далее. То есть, чтобы он был эстетически сбалансирован, понимаете? Вот. То есть форматность очень важна. Естественно, когда у вас большие кристаллы, большой образец, никто его не будет сокращать, да? Вот. То есть это будут штуфы. И в прошлый раз, помните, я вам рассказывал, 5... А, это мы писали для нашего канала. 5 разных форматов образцов. Ну, в общем, короче, вот это вот такие подходы у него были эстетические. Следующие. Да, вот как выглядит это вот. Да. И, значит, вот коллекция Степанова, по крайней мере, та часть, которая носит название А, она, как бы, так сказать, сейчас находится, она передана, передавала, была передана, так сказать, в музей Ферстмана. И вот она сейчас полностью описана. И вот, так сказать, образцы разложены подобным способом. И вот тут про раскладку образцов надо сказать обязательно. Потому что коллекция имеет структуру. И этой, значит, структуре коллекции Виктор Иванович придавал, можно сказать, немаловажное, чуть ли не первостепенное значение. Круто они. Вот, допустим, структура коллекции очень хорошо иллюстрируется подобной топоописью. В каждом лотке, во многих лотках Виктор Иванович держал подобные топоописи. И по определенным рубрикациям, так сказать, были подобраны образцы практически по всем основным минеральным видам. Аспектам существования вида, скажем так. Аспектам существования. Здесь отдавалось должное, так сказать, и химическому составу, и разновидностям, и ассоциациям, и, значит, видам парогенезиса, и многим-многим другим аспектам. И любой специалист, взяв, по крайней мере, по геологии, взяв подобную, так сказать, топоопись в руки, сразу понимал, о чем речь и что лежит в этом лотке. Не надо никаких комментариев. Дим, этикетка дальше есть какая-нибудь? Этикетка? А, у нас масса этикеток будет дальше. Это вот здание МГРЭ. Давай пока на этом остановимся, потому что у нас перерывчик 5-10 минут. Я, наверное, заговорил очень часто, да? Не, я не знаю. О, я помню этот мостик. Предоставлю слово сказать, так сказать, людям, которые знали Степанова, так сказать, получше, чем я. Например, Аркадий Григорьевич Жабин. Не переврал отчество? Так вроде бы и есть. Это, ну, можно сказать, один из соратников, учеников, подвижников Степанова, известный ученый, который работал в МГРЭ, так сказал. Была в Викторе Ивановиче некая ипостась учителя, критика, побудителя совести, советника и консультанта. Так что мои эпитеты, так сказать, подтверждаются, так сказать, другими источниками. Коробков. Один из очень известных коллекционеров камня. А он председатель общества «Любители камня». Да, очень долгое время был. А он Анатолий, отчество. Значит, Виктор Иванович был необыкновенно искренним и удивительно бестактным. Но его бестактность была очень благородна. Цельность, душевная честность, ум, увлеченность таких людей, как Виктор Иванович, если вам посчастливится встретить их в вашей жизни, обязательно повлияют на вашу личность, изменят ваше мировоззрение. Вот про неоднозначность Степанова Коробков написал, наверное, наиболее блестяще. Ясно, что Степанов был достаточно противоречивая натура. Вот такой случай произошел на выставке «Удивительный в камне» в 1083 году. Эта выставка была посвящена столетию со дня рождения ферстмана. Степанов, конечно, был туда приглашен в качестве очень почетного гостя. Мы пригласили Виктора Ивановича, чтобы он рассказал нам о нашей выставке, о наших коллекциях. Эскурсия началась с витрины, посвященной ферстману. Показав на портреты ферстмана, Виктор Иванович сказал, этот человек нанес самый огромный вред советской минералогии. Точка. Не книжка или занимательная минералогия? Народ в шоке. А он этого не замечает, а затем совершенно спокойно и доброжелательно рассказывает о научной, организаторской деятельности ферстмана, которая, безусловно, очень велика, отдавая ему должное. Вот такой был Степан. Ладно, это маленькая ремарка, чтобы не только от меня была речь. Значит, про коллекцию я начал рассказывать. И давайте мы немножко подробнее про имгревский период жизни Степанова сейчас поговорим. Александр Андреевич пришел. Тем более, один из соратников Степанова сидит перед вами, живой, Александр Андреевич. Я сбежал из Степанова. Ладно, ладно. Ты расскажи, как тебя сюда к нему. Но он тебя настиг. Ладно, я про тебя... Ну, я хочу сказать, завтра, в пятницу, в музее Академии Херстмана, все внимательно. Произойдет такая экскурсия по залу, где можно будет посмотреть образцы Степанова. Я назвал это тема минерала России. Ну, поскольку мы знаем, что Россия была главной частью его коллекции, то что-то интересное будет. Правда, как выяснилось, Александр Андреевич, наверное, лучше меня даже знает эту тему, что и где посмотреть, потому что больших разделов... Надо вспоминать. Надо вспоминать. Кроме КАРСТа и выставки индивидоагрегатов, которые тут можно, да? Да. В основном, да? Да, в основном можно. Вот. А систематики, которые сегодняшние... Подскажу. Ну, Подмосковье, Антагения. У всех у них музея, нет, конечно? Не все, наверное. Ну, ползала занимает систематикой, где принцип один минерал – один образец. Саша, я потом... Поэтому там Степанова немного, но зато... Ну, это никак не много. Они образцы, может, небольшие. Подскажу, подскажу. Очень редкие. Это вот сережки виды, некие из них – это Степанова. А вот в другой части зала, там есть новый, так, относительно, раздел, это большой разнообразие минералов. Если в первой части там был один перит, один квас, то в следующей части будет 100 образцев класса, 100 образцев птилина, да? Да. Речь где-то о вариативности распространенных видов. Это его коллекция лучшим образом, наверное, демонстрирует. Кольциты тем более. Вот кольциты вы же делали, да? Да. Там вообще отборные все образцы. Независимо от того, российские они там будут или федорганские, все равно здесь, чтобы посмотреть, да. Поэтому вот в пятницу кто может, в 5 часов. В 5 часов вход свободный в музей. То есть вы можете прийти и сказать, нами есть кружок к Евсееву Александровичу. Ну там звезды знают. Да, все звезды знают. В 7 часов, да? Да. Мы можем чуть опоздать, это мы в зале же. Да. Так что это еще одна возможность для вас посещать музей Ферстмана, кружки, которые ведет Александрович? Ну и второй, вот все-таки, ну уже прожив какую-то часть такой научной жизни, я могу сказать, что для меня, конечно, то, что я узнал о Степанове, это основное. По объему, по принципам, да, походят. Конечно, сейчас есть пеков, которые, может быть, наступают на пятки в чем-то, да. Вот. А у Виктора Ивановича в сравнении с остальными нашими, ну, действующими, там, профессорами, очень сильные позиции. Вот, именно потому, что он знал природный материал. Вот. И не вещество как таковое, потому что не сильно. Большинство уже минералогов начинает с вещества и заканчивает там анализом и оптикой, да. А здесь именно объемная картина, что это часть биологической среды, да, от себя так добавляет, он так ими немножко не пользовался. Ну, то, что он изучал эти ткарства, это же, наверное, ну, к сожалению, сегодня не опубликовано. Но материал есть, и кто-то, когда-то, может быть, эту тему будет продолжать. Тем более не знаю, сейчас ядарка ночи жив. Жив, закрыт. Закрыт. По-моему, закрепленные. Нет, вообще, начали работать. Ну, там, может быть, сегодня, как всегда, и взрывается, и откаст это никуда не попадает, да? Ну, они там берут, как бы это тоже, не каждый же год и был, так, укаст, да? Ну, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, образцов на ярмарках Искайдаркана стали появляться немножко, когда я спрашиваю, что это старые образцы, говорят, нет, это Искайдаркана. Ну, и, конечно, еще на входе в зал, это выставка Минерал-Подмосковья, там, ну, у нас две трети Степановские личные образцы сбора, вот. Мне, конечно, об этом сказали, да. Мне довелось с ним поработать в Подольске немножко, на карьере, вот. Вот, я наблюдал, как в течение дня, кувалдой махал, 10-килограммовый, там. А чего там вот сказали? Там же, ну, как в Подольске все уже забыли, да? А там, значит, были находки никельсодержащего кольца, да? Содержащего, который вот на ветре он представлен, желтого, создавательный такой. Вот, и, значит, никелевые минералы, да, другие, вот, те, которые, айдерритен там. Да, ну, мы сейчас покажем их, вот, как раз, в коллекции, в музее они стоят, постоянная экспозиция, на входе в зал сразу. Вот, так что это, что берется еще раз напомню, что это ветре приказано со священачат, чем у нас еще, в последнее время, вот, стало лучше, освящение на выставках в музее, стало, город, вот, лучше, со священием. Потому что приглашают, независимо от пятницы, приходите, в другое время, оно, так сказать, более людей. Ну, я оказался просто не тем человеком, которому Степану нужно было реально в этом, в его бесконечные трудах, потому что я не ковырялся. Нет, ну, ты занимался каталогом, занимался, и так далее. Ну, каталогом, вот, его, наверное, именно привлекло, что я занимался до этого уже, такой вот работой, как обзор доходов минералов, да? А это, конечно, важно любому, представлять систематику. Вот, сегодня мы очень легко можем убедиться, что какой-нибудь агат, там возьмешь, в Миндаре, где там 4 тысячи фотографий, в Агатах, да, в Миндаре, начали смотреть, там есть же выборка по странам, можно сделать. И окажется, что в простых, такой простой минерал, в таких крупных странах, практически не представлены, ну, фотография хотя бы, может быть, они есть. Вот, поэтому вот это вот знание, не просто где есть еще чего-то, да, но и какое место занимает конкретно этот вот образец в общей картине, я так вот взял, да? Да. Вот, это важно. Вот Степанов, он сам этим обладал, знанием, и вот, наверное, заметил, что я еще, как бы, вот, что-то пытаюсь заниматься, географиями. Вот, у меня, да, все время ушло географиями, вот, я никогда ни одного анализа сам не сделал, но таких... Ну, Саш, Виктор Иванович, Виктор Иванович очень высоко ценил труд Александра, потому что он фактически создал собственное направление науки, именно по... Нет, это направление существовало, и существовало, но в такой степени, как это развито Александром Андреевичем, больше никаких не существует, и Виктор Иванович всегда очень высоко ценил его работу. Виктор Иванович, от меня ему было мало, наверное, просто, ну, в поле там одно, а вот сидеть в подвале там, тоже с препарированием, у меня не получалось точно, я, как бы, не плохой оказался, помощник, вот, ну, к счастью, мы продолжали общаться, и, значит, ну, потом он, вот, я даже притащил к вам в музей персмах, когда, через какое-то время... Он тебя пойду и притащил, он сказал Годовякову, что без Евсеева, он сказал так, Евсеева надо вытаскивать, буквально. Виктор Иванович, неплохой музей был, в старом, в музее Вернадского, так что кто-то ходит, по-моему, мы имеем в виду, что там систематика очень серьезная, классика, вся классика. А Степанов, в Сангре, жену дружу, там многие его научные кадры, его ученики, а коллеги, в Сангре, вот, Денков тот же, да, Ив Максимович? Да, вы как раз в фотографии Денкова. Ну, можно дальше? Ну, вот, у меня за спиной отчет, который был написан в 83-м году, там Степанов подбудет итоги за 4-летний период. Видно, так сказать, из этого отчета, сколько времени было посвящено разбору рабочих материалов и упорядочению того, что имелось. И вот тут, значит, вот тут можно сказать, а, еще про особенность, последнюю строчку читаем. Из-за аварии погиб архив Власова, треть моих книг и много ценных образцов. И угроза аварии неликвидирована. Да, так сказать, дом на Садомнической, покажи еще раз. А, да. Предыдущий. Вот, значит, в этом здании располагался институт МГР, и в соседнем доме, в подвале, как раз, в Садомнической набережной, дом 73, базировался Степанов. В кадре это вот под мостом посерединке, там темный такой, да, вот вход в МГР, это вход во двор, арка такая. И вот МГР, собственно, левая часть этого здания, а это жилая часть. Степана сидел как раз под жилой. Жилой. Да, да, да. А, значит, вся коллекция располагалась в подвальных и полуподвальных помещениях. И, так сказать, вот этот канал там, так сказать, в Замоскворечье, когда вода подымалась, то и в подвалах, так сказать, становилась сыро, а иногда вообще нестерпимой. Кроме того, еще, так сказать, водопровод тоже мог, так сказать, прорвать, канализацию мог прорвать вообще. И, так сказать, периодически приходилось отчерпывать воду. И когда насосом, а когда просто вручную, вручную ведрами. Вот Дмитрий Вадимович там пытается сегодня, так сказать, молчальником отсидеться. А вот Дмитрий Вадимович не понаслышке это знает. Он бывал призван и ведрами таскал, так сказать, из этого подвала воду и выливал ее обратно, так сказать, в этот канал. Вот так вот. Значит, ни одно помещение, так сказать, было занято коллекцией. Поскольку Степанов был жаден до материала, он, так сказать... Была хорошая жадность. Да, хорошая жадность. Он подгребал под себя практически все рабочие материалы научных сотрудников МАСВИ, до которых мог дотянуться. А для этого была возможность. Потому что научные сотрудники, они жили в другой парадигме. Что важно научному сотруднику? Так сказать, исследовал, написал отчет либо статью, так сказать, опубликовался. Тема закрыта. Материал не нужен. Практически все сотрудники, так сказать, кто со вздохом, а кто, может быть, и без сожаления, все это тащили на помойку. Это мог быть вздох и облегчение. Да, мог быть вздох и облегчение. А на помойке эти материалы ждал Степанов. А иногда и на траектории. Да, иногда на траектории. Он, где была возможность, он скрывал эти ящики, просто перебирал их, отбирая нужное от ненужное. Где не было такой возможности, он просто, так сказать, организовывал доставку до подвалов. И потом уже в подвалах эти ящики, так сказать, пересматривал, разбирал материалы. Очень часто они были вполне достойно, так сказать, документированы. То есть были и описи, и этикетки. То есть можно было в материале разобраться. В крайнем случае Виктор Иванович шел к автору, брал его за шиворот и тряс, пока, так сказать, завтра не высыпалась нужная информация. И вот таким образом Степанов пополнял свою коллекцию. Вот, значит, вот... Разборка ящиков будет на структивных складах. 90 ящиков. Да, вот по исторической, как бы, так сказать, справке. В коллекции А было 1350 образцов, собранных собственно Степановым. А остальные материалы попадали разными способами. Это было и дарение, это были иногда обмены. Но часть материалов попадала из так называемых развалов, то есть помоек. И там Степанов уже не стеснялся. Так и писал, так сказать. Развалы и Мгре, развалы и Гема, развалы Вимса, Геа и Хи. Дальше по списку. Мгри, Гина. То есть авторы могли и ничего не знать про судьбу своих материалов. А они оказывались у Степанова. И Степанов их перерабатывал. Как вот Кит фильтрует планктон, так же и Степанов фильтровал эти материалы. Читал публикации авторов. Так сказать, удостоверялся в ценности тех или иных материалов. Помещал их либо в коллекцию А, в коллекцию Б. В зависимости от того, что это было. Вот так вот пополнялась коллекция. Из развалов, из помоек. Я не проводил, как бы, так сказать, не подводил итоги. Но я думаю, что не меньше третьей коллекции. Это собрано по помойкам. Может быть, даже больше. Я вот был свидетелем такого посещения, когда как раз коридор наполнялся ящиками, идущими на выброс. Виктор Иванович взял меня тогда скорее в качестве тягловой силы, хотя минералы я уже опознавал. Это было не так далеко. По-моему, на санках мы это дело буквально везли. Зима была. Такие вот саночки, и на них ящик добычи. Так вот, это не был, знаете ли, такой благодушный, значит, кит, который вот цедит. Просто от входа, когда мы вошли до вот ящика, на котором лежал такой коричневый с маляным блеском, блестящий образец чудовищных размеров бритолита, Виктор Иванович совершил вот прыжок достойный Брюса Ли, по всей видимости. Был прыжок тигра, и он в него впился, потому что этот камень мог отправиться вот уже в какой-то там кузов самосвала, и до свидания, куда-нибудь обратно в недра. Так что, кит вел себя весьма агрессивно, то есть иногда как кашалот, а не просто процеживая. Это было потрясающе. Бритолит до сих пор, я его с тех пор узнаю легко, потому что вот такой шмат. Это буквально вот хорошую картофелину, или скромовую турнепс такой, да, бритолит. Это действительно уникального размера выделение. Ну мы вообще с Сашей, с Димой Абрамовым, когда мы уже работали в музее Ферсмана, потому что Степанов нас всех притащил в музей Ферсмана, сказал, что нужны молодые силы Сан Санычу Годовикову, и мы в течение больше чем года мы вывозили ящики из подвалов, перевозили во двор нашего музея. То есть это были забитые машины, ну даже смотрите, здесь за 4 года, что такое 90, в среднем ящик из подробчатки, геологический обычно, да, но если его легко набивать, это 50 килограмм, да. Ну 40, 40. Ну 40, да. Ну все равно, это почти 5 тонн, да, скажем, 90 ящиков. Ну вообще у нас у всех такая работа тяжелая, чтобы все образцы везли. Давай дальше. Ну вот, и вот здесь вот на этом снимке вы видите коллег Степанова, там Дымков, Наумов, женщина этой, что ли, Новгородова что ли? Нет, это что. Нет, точно не она. Нет, не, так сказать, это вот Степанову исполнилось 60 лет, значит 84 год, так сказать, январь. Он уже работал в музее, но он уже прощался с СССР, да. И вот про вот этот Степановский подвал мне хотелось сказать такую мысль. Подвал на Садонической набережной, дом 71-73, значит, это был своеобразный минералогический клуб. То есть не было таких еще объединений по интересам, но к Степанову просто шли люди как по конвейеру, шли научные сотрудники, музейные работники, студенты, школьники, просто коллекционеры, так сказать, с нашей, так сказать, родины, да. Да, так сказать, и для всех Виктор Иванович находил время. Единственное, что он очень одобрял, когда к нему приходили с камнем за пазухой, то есть не с пустыми руками. То есть просто так тратить свое время он не любил. Но вот если человек чего-то, так сказать, добыл, так сказать, ему требуется диагностика, консультация, помощь в препарации, он всегда эту вот эту деятельность очень одобрял и поддерживал. Он вообще говорил, что, как бы, его мысль была такая, что музеи живы коллекционерами. Вот как раз тот субстрат, та почва, на которой взрастают музеи, это коллекционеры и их, как бы, так сказать, детище коллекция. Поэтому, говорит, с коллекционерами надо дружить. Степанову это выходило боком, потому что практически руководство всех основных музеев коллекционеров не жаловало и не любило. Считало людьми подозрительными, как минимум, а иногда даже просто вредными, потому что они, не дай бог, что-нибудь из музея могут утянуть или недолжным образом использовать. Поэтому Степанову приходилось преодолевать чудовищную, так сказать, инертность среды, или, я бы даже сказал, местами враждебность, которая коллекционерам совершенно не была благосклонна. То есть, как образцы в дар, ну ладно, принять можем. А вот принять коллекционера на работу, да упаси Боже. Степанов всю свою жизнь мечтал оказаться в музее Ферстмана. Об этом он мне рассказывал в последние годы жизни. Но там было такое мощное лобби, я не буду называть фамилией, против него. Я знаю это не понаслышке, мне это говорили старейшие сотрудники, что ни одна из его попыток оказаться в музее Ферстмана, пока там не стал директором его однокашних годовиков, она не увенчалась успехом. Это было большое везение. Его на порог не пускали, его человека, который передал полторы тысячи образцов в фонды музея Ферстмана. До того, как всякая... Причем эти образцы записаны в фонду, они не просто переданы, так сказать, это какие-нибудь там второстепенные, которыми можно принимлечь. И, как бы, так сказать, по соотношению подаренных образцов и выставленных на экспозиции. Вот Белаковский делал, Дмитрий Ильич, делал статистику, так сказать, у него самый высший показатель. То есть человек, который все время стрелял в десятку. То, что он приносил, всегда было нужно, всегда было востребовано. Именно экспозиционное. Но, как бы, так сказать, язык, враг мой... Ну, ничего страшного, Саша. Не только акадейкам нельзя говорить правду. Иногда и музейным работникам это нельзя говорить. Ладно. А Подмосковье мы пролистаем или как? Или лучше... Так, подожди. Значит, я соскочил с мысли, но это, так сказать... Мы движемся к музею уже. Все. Говорим про Подмосковье отдельно. Наверное, важно. Значит, теперь. 1084 год. Надо все-таки упомянуть некоторые обстоятельства появления Степанова в музее Ферстмана. Значит, директором музея в конце 83-го года становится Годовиков. И принимает его в весьма удручающем состоянии. Почему я так уверенно говорю? Потому что 7 лет музей закрыт. Можете представить? 7 лет идет реставрация. Она идет не шатка, не валка. Может быть, она еще бы шла неизвестно сколько времени. Потому что не все музеи были, как бы, так сказать, в части у советской власти. По всей видимости. Но в 84-м году должен состояться Международный геологический конгресс. Причем в России. Не так часто это происходит. Не каждое столетие. Я бы заметил, такое случается. Не, в 37-м году был. Был, да. Ну, да. Ну, раз в полстолетия. И, соответственно, надо куда-то везти гостей. Надо что-то показывать. А в музее, извиняюсь за уважение, конь не валялся. Директором оказывается вполне достойный человек с немалыми организаторскими способностями. Александр Александрович Годовиков. Надо ему отдать должное. У него за плечами организация музея в сибирском научном городке, руководство геологическим или миологическим институтом. Я могу чуть-чуть ошибиться. И, соответственно, его призывают. Он приходит туда и первым условием ставит появление Степанова. Но я могу так сказать. Не все музейное сообщество было радо. Некоторые были просто в шоке. Если это говорить прямым текстом. Я слышал из-за завывания. Но, поскольку Степан был глуховат от природы, он услышал только то, что касается минералов, он пришел и встал рядом с Годовиком. И в катастрофически быстрые сроки музей за полгода был подготовлен к принятию геологического конгресса. Закончена реставрация. Закончена реставрация. Образцы вытащены из фондов. Многие экспозиции были доработаны. А некоторые были созданы заново. За полгода. Это только во времена Сталина подобные. Можно себе было представить, чтобы люди так трудились. Но трудились все. Выходных не было. Практически ни у кого из сотрудников. Тут надо отдать должное. Коллектив музея был все-таки дружный. И эту гору они свернули. И Степанов оказался в музее. И руководство МГР сказал, что мы даем добро, забирай коллекцию, переезжай в музей Ферсмана. И эта коллекция очень пригодилась. Буквально с колес Виктор Иванович стал выставлять некоторые образцы. Некоторые даже без записи. Я как человек, имеющий отношение к каталогу и к составлению документов, знаю. Он просто сразу из своей коллекции, не записывая фонды музея, ставил на экспозицию, если они отсутствовали в фондах МГР Ферсмана. И Годовиков на эти вопиющие нарушения музейной субординации смотрел, закрыв глаза. Потому что музей надо было открывать. А образцов не было. Их не могли найти. Либо они были в совершенно неприглядном виде. Грязные, пыльные, никчемные. Поэтому Степанов тогда очень хорошо отработал. И его коллекция стала перевозиться в музей Ферсмана. Достаточно. Точка. Точка. Фу, хорошо. И в музее Ферсмана оказывается коллекция А, коллекция Б, рабочие материалы. И еще две коллекции, о которых мы еще не сказали ни одного слова, а сказать нужно. Необходимо. Потому что эти коллекции уникальны. Одна коллекция – это коллекция минералов Подмосковья. Потому что Степанов, еще начиная со студенческих времен, обратил внимание, что регион, который находится вокруг Москвы, он очень слабо изучен и почти не представлен в фондах ведущих музеев. И он взялся за дело. Еще в 40-е годы, как бы так сказать, он не вылезал из подмосковных карьеров, обнажений. Уже тогда собрал довольно, так сказать, представительную подборку. И вот это… Он как говорил, в МГУ все едут в Крым, а до Коломы доехать не могут. Понимаете? И вот, можно сказать, на ближайших объектах оказалось очень немало интересного. В том числе там были, так сказать… Ну вот список. Да. То, что вообще было не обнаружено вообще. Обратите внимание на Карнатит, 1962 год. Это в точности по песне Высоцкого. Где было… Я бы в Москве с хиркой уран нашел при такой повышенной зарплате. Это минерал из группы урановых слюдок, да? Это урановый минерал из голодных. Да и тюмонит тоже из них. А там сейчас будет, да. Ну нет, но отдельная слава – это, конечно, вот эти все агаты. Да. Ну вот… Боря, расскажи про подмосковную коллекцию, если хочешь, Боря. Ну, хотя бы вкратце. Но она действительно потрясающая. Дело в том, что то, что мы там наблюдаем, вот на этом фото, никелевые минералы, никель содержащие, которые вот красят их вот в этот удивительный цвет, такой яблочно-зеленый, своим присутствием. Соображения об их происхождении в Подольске, они были всегда спорными. Ну, например, о находках подобных едва ли не Ферсман слышал. И он утверждал, что это выброшенные никелевые кровати, вот их отходы, никелированных кроватей промывались дождями, и в результате вот стекавшие воды обеспечили реакции вхождения их вот в эти вот алюминий содержащие, или кальций содержащие минералы. Хотя, по всей видимости, реально никель был связан, все-таки вот рассеян в черных глинах юрских, и оттуда сочился. Ну, вот никелевый лом в виде ошметка в кровати, вот так объяснял эти спорные вещи. Да, это тоже вариант. Вот дельваксид первая находка в Подмосковье, и до этого в регионе не было этого. Это Полушкино, нет? Полушкино было, да. Полушкино, да, это из фосфатов железа, значит, гипергенных. Да, и так очень много всего. Разве это русавкино. То, что называлось раньше Новый Эмилет. По-моему, у вас нижний Милет. Нижний Милет, да, остановка, потом переименована, сейчас, по-моему, поглощено. Помойкой. Помойкой. Помойкой, да. А вот уроновые минералы. Можете убедиться, что, так сказать. Зарплата, на самом деле, не была такой уж повышенной. Ну, найти их можно было. Но нашел. Но здесь даты неправильные, потому что это дата записи. Да, так сказать, дата находки не совпадает с датой записи в музей. Тут, так сказать, это уточнение надо иметь в виду. А тут опечатка. Опечатка. Да, там БТ пропущено на этикетке, да. Митридатит. И такие еще. Да, еще не такие бывают. Очепятки. Так, вот, пожалуйста. Вот они, эти кальциты. Никельсодержащие, да. Ну, и вот это вот самое. Вот это вот красота, от которой, так сказать, может спереть дыхание. Это псевдосталактиты холцедона. Место, которое было обнаружено Степановым совместно с Кантором. Они его раскапывали. И там чуть ли... Точку сдались пелиологи подмосковные, которые искали пещеры. Да. И чуть ли не до сих пор там иногда можно находить, так сказать... Конечно, не подобные, но все-таки, так сказать... Да, и как раз вот такие сферолитовые корки, растущие из реальных растворов, да, истинных. Вот именно работая над ними, над агатами, Степанов уверял, что это растет из истинных растворов, а не из киселя, да, вот, который проповедовал академик Чухров. И это вот пример таких вещей. Хотя то, на что они нарастали, возможно, и было коллоидными трубками, вот в босевой части. Но дальнейший рост этой вот сферолиты. Если Виктор Иванович про такое слышал натеки, то этому человеку лучше бы было убегать на что. Что натекает? Как натекает? Ну-ка подойди сюда! И начиналось! Реально натеком является сосулька льда, да, или вот если там замерзнешь на улице... Серый расплавленный может натекать. Если что-то из ноздри вот на улице, это натеки. А то, что выглядит вот такими сферическими или каплевидными вещами, чаще всего, конечно, натеками не является. Да, это действительно сферолитовые корки или агрегаты. И именно вот на этом Виктор Иванович и поссорился с академиком Чухровым. Потому что там с этими киселями в 60-е годы носились как с главным агентом переноса рудного вещества. И сейчас это заглохло. То есть Виктор Иванович правильно... Я видел экземпляр книжки вот того ученика академика Чухрова, который защитился. Лебедева вот про эти метаколоиды. И она была исписана Виктором Ивановичем. Значит, ну, там были варианты площадной брани. Немножко напоминало заметки Ленина к Каутскому, значит. Чушь, ахинея. Я специально нижегородский акцент добавляю, чтобы было понятно, значит. Почувствовать колорит. Да. Там какие-нибудь изображения на фото. Надпись на «Очевидные сферолиты». Значит, вот так вся эта книга исчезла. Конечно, академик Чухров не мог такого простить. И я это не озвучивал. Вот Виктор Иванович, уважая вот сан академика, да, он говорил так. Ну, академик Чухров элементарно невежественный. Это было мягко сказано. Ну, понятно, что после этого они не могли быть в мире. Вот. Хвалил он вообще очень немногих, но хвалил. Среди хвалимых был Эрнст Максович, с которым вы вскоре встретитесь. Завьялов еще Евгений Николаевич живой. Завьялов. То есть, учение о том, как рождается и растет минеральный индивид и агрегат составленными. Все вот начинается с зарождения кристалла. Дымкова он очень уважал. Дымкова, безусловно. Автор потрясающей книги о «Смоленое урановое рудя», который доказывал как раз сферолитовую природу, а не натеки вот эти вот, да. Это действительно потрясающе. В общем, теплые слова. То есть, не только ругался. Не только ругался, да, для, в частности, для Дмитрия Павловича. Хорошо. Григорьев находил добрые слова. Так, про Подмосковье сказали. Вот фотография, вот оригинал, предоставленный Александром Андреевичем. Обратите внимание, что фотографию Степана, видите, везде практически Александр Ильич Евсеев. Вот как это выглядит. И здесь Степанов на базе МГР 23-й километр. Неизменные свои беретки. Он обожал как-то в беретки ходить. На боку полевая сумка. У него лысина мерзла. Да, лысина мерзла. И вот его одна из рабочих фотографий. Он сидит на столе, на самом деле. Сидит на столе поближе к лампе, чтобы освещение было в помещении отвратительном. И рассматривает образец бинокулярного. Потому что это ночь. Не исключено еще, что пол затоплен в это время. Ну, может быть, это уже могло... Нет, это база 23-й. А, это на 23-й. Понятно, тогда ладно. Ну, в общем, его можно было засать в таких необычных, как бы, ракурсах. Нет, ну, кстати... Это на термохранилище-то есть? Есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас будет там. Вот. Ну, это хибинские образцы. Сейчас мы показываем образцы из хибин. Один образец с оригинальной этикеткой, как бы, так сказать, добытой в магистральном туннеле на Росвумчоре. Угу. Ну, вот это. У меня, случайно, сюда прилепилась штучка. Угу. На КАШ весь Степанов разбирает керны. Ну, пожалуйста. Это, в общем, уже керны гноилища, а не керна храинилища, они выброшены. Это инструмент, который он уже придумал. Грибок. Да. Обратите внимание на инструмент у него в руке. Этот инструмент ему изготовил шапо. Но, как бы, так сказать, прообраз этого грибка Степанов увидел в Казахстане, когда он работал на Кайракты. Там во время войны разбирали отвалы места, в общем, отвалы канав и искали вольфрамид. В стране нужна была руда вольфрамовая, броня. Броня и, соответственно, так сказать... Бронебойные снаряды. Нет. Бронебойные снаряды. И лампочки. И лампочки. И элементарная лампочка, кстати. И, как бы, местные жители разгребали эти отвалы и вручную собирали обломки кристаллов, там, с породы или без, как бы, так сказать, и обязаны были сдавать. И от этого нельзя было никак уклониться. Не только вручную. Они как раз использовали то, что у вас называется китмень. Вот инструмент копательный. И они им гребли. И Виктор Иванович увидел, насколько это эффективно. Ну, это такие своего рода тяпки. Ну, так точно заметно. Да? Ну, вот. А что ж тут не заметить-то? И вот этим грибком, конечно, Степанов мастерски владел. Он так и называется. И нас даже сумел научить этой полезной штукови. Да. Обратите внимание, вот эта вот тяпочка, вытянутая сверху вниз на данном фото, к ней вот этот цилиндр под рукоятку крепится не симметрично, а сдвинут к одному боку. То есть, ею можно грести мелко, а можно глубоко. Один конец приострен, другой тупенький. Ну, тупенький, в смысле, прямоугольный, как лопата. В общем... И один из них обязательно заточен, чтобы рубить корни. Да. Потому что в отвалах что только не растет. От змеи, да. И все норовят эти корни пустить. Поэтому это мешает работе. Их надо рубить. Поэтому, так сказать, все было предусмотрено. Ну, давай, хватит лирики. Камни посмотрим. Значит, несколько образцов из коллекции Степанова. И вы можете увидеть этикетки, как уже в последней редакции, а вот следующую. А вот коллекция, этикетка, как ее писал Степанов. И обратите внимание, сколько информации в подобной этикетке. Это и подобное, более-менее внятное, подробное описание, так сказать, образца. Так называемый портрет словами то, что мы видим. Портрет словами. Да. И тут же объяснение, так сказать, дается генетическое, как этот образец образовался. Обязательно указано, откуда образец. Кто в каком году, значит, не нашел. Вот это обмен с Кантером, а обмен 73-го года. Значит, соответственно, можно какую-то хронологию еще восстановить, когда этот образец был добыт. Это он поступил в 73-м году. Соответственно, дата взята в скобки. И вообще Степанов разработал уникальную систему свертывания информации, которую он реализовал в своих этикетках. Он не мог, как бы так сказать, позволить на этикетке, что называется, написать статью. Но он эту информацию кодировал в виде различных букв, значков, подчеркиваний, знаков вопроса, скобок и так далее. У него была целая система. И, так сказать, человек, у которого была палетка с этим кодом, он сразу понимал, а вот это первоначальное месторождение, это первая находка в СССР, это первая находка в регионе, это морфологически выдающийся образец. То есть, все имело значение. То есть, Степанов очень четко оценивал свою коллекцию по разным этим параметрам. И в этом ценность этой коллекции. То, что она не слепая. То, что есть комментарии. И что можно понять подход, который, так сказать, был у автора. Ну, вот, видишь как. Мы с вами еще будем учиться вот так, как есть все образцы для ваших коллег. Мы уже попробовали, но у вас не очень получилось. Вот, посмотрите, как хорошо написано. Лаконично. Да. И основной минерал указан. И, как бы, упомянут тут же в этикетке, значит, второстепенный и сбор автора. Единственное, что здесь почему-то отсутствует год, но часть... С той стороны. А, с обратной стороны. А вот теперь давайте посмотрим, как выглядит этикетка к Алтаиту. Так сказать, более, можно сказать, один из шедевров, так сказать, этикетирования, который, так сказать, мне пришлось... Главная сторона с более чем полным описанием. И обратите внимание на оборотную сторону. Так сказать, здесь как раз, так сказать, указано от кого. Это Синдеева. Так. Так. Смотри литературу. Да. Кто написал статью. Кто написал статью. И тут же дается вывод, что это самые крупные... Значит, в чем значимость данного образца? На момент написания этикетки это самые крупные выделения после алтайских сборов 19 века. И сразу понятно, чем этот образец ценен. Что он не просто так поставлен случайно, что это образец выдающийся. И вот эту информацию Степанов в этикетке вносил. Он этому придавал огромное значение. Он не смог защитить этих диссертаций, зато он этих этикеток написал тысячи. И вот его как бы памятник. И вот тот уровень документирования, на котором должен работать нормальный специалист. Степанов терпеть не мог халтурщиков. Я, так сказать, всячески их третировал. Например, одного сотрудника МГР. Я не буду его называть, но Александр Андреевич улыбнется. Он говорит, смотрю я на его анализ. Считаю, получается там что-то... Сумма 60. Нет, там то ли 70, то ли 80 процентов. Я спрашиваю, почему у тебя не сходится? А остальное там грязь. Все. После этого можно тушить свет и занавес. А это был доктор наук и профессор, между прочим. Саша понял, кого я имею в виду. Не один Саша. Ладно, фамилии не будем называть. Дальше пойдем. Некоторые очень примечательные образцы из коллекции Степанова, которые попали на экспозицию. Это, например, метеорит, который был найден в Нарфаминском районе при распиловке бревна. Очень хороший кристалл киновари из Китая. Очень необычного габитуса. Превосходного, так сказать, габитуса, который не представлен был в отечественных месторождениях. И тут несколько слов о том, что Степанов все-таки был полевым геологом. Он знал камень не по носу. Минералогом. Минералогом. И геологом, и минералогом. И вот это, значит, поездка, наверное, 78-го или 79-го года. 78-го, да? На Таманский полуостров. И Степанов разбирает глыбы берегового обрыва, в которых иногда можно было обнаружить отличные образцы анапоита. Приблизительно вот такие. Вот это так. Он там был открыт, на этом Таманском. Это место первой находки минерала. Так называемое Type Locality. И сбор самого Виктора Ивановича, этот образец. И также, видите, оригинальную этикетку. И уже окончательную музейную. Ну, здесь несколько самых разных анапоитов. Да, вот. Это, так сказать, оборотная сторона этикетки. Type Locality, вот, треугольчик красный. Да. Это место первой находки минерала. Вот так Степанов относился к информации очень щепетильно, очень достойно. И, как бы, так сказать, требовал то же самое от окружающих. Это вообще уникально. Да. Редчайшая конкреция анапоита. И здесь также, так сказать, на обратной стороне вы можете увидеть оценку, данную Степановым. Новый тип агрегатов для анапоита. Видите? Дальше. Круглые конкреции. Да. Ну, вот это, как бы, то, что было там. Ну, и теперь уже вот начинается. Да. Ну, вот здесь вы можете узнать некоторых, так сказать, участников. Присупников. Да, так сказать. Банду. Да. Да. У Бориса Борисовича такое выражение, что… Ну, извините, я тогда… А, еще рекорд. Я что-то жевал. И… А вот эта фотография… Ну, здесь… В рабочей полке. Да, в рабочей полке. Во дворе мы, в музее… А вот Дмитрий Вадимович тогда еще носил волосы, в качестве, видимо, так сказать… Он маскировался. Да, маскировки. А сейчас по стопам Виктора Ивановича идет. Ты про Юрия Степановича скажи лучше. И вот сбоку сидит один из главных, кстати, дарителей в коллекцию Степанова – это Юрий Степанович Кабяжев. Это самородок, минералок-самородок из Свердловска, не имеющий вообще профессионального образования. Почему? Образование кузнеца у него было… А, образование кузнеца, служба на морском флоте, и все… И готовый полевик, который, как бы, так сказать, собирал просто уникальные образцы. Тот, кто побывает на Урале, можете спросить местных, они до сих пор, так сказать, могут про него рассказать много чего интересного. Ему тоже повезло. Он устроился сначала в Урал-Кварт-Самоцветы, потом в… В Север-Кварт-Самоцветы. В Север-Кварт-Самоцветы. То есть он руководил поисковыми и добычными партиями, скажем, то же самое. Амазонит, Ставролиты на Кольском и так далее. Это вот его партии добывало там. Да. И Юрия Степановича, он оттуда говорит, «Ну что, Юрка, тебе сидеть-то здесь в тундре?» И он его притащил в музей, понимаете? Да. И несколько лет Кабяшев сумел проработать в музее. У нас в музее. Для музея это был… Он собирал коллектив такой. Да. Конечно, большой плюс. Ну, давай следующую фотографию. Да. Тогда. Ну, вот здесь уже, так сказать, нас, наверное, можно признать. И Моисей Давыдович. Ну, помимо нас, Степанов и Моисей Давыдович Дорфман – один из старейших сотрудников музея. Который был лаборантом еще при Александре Евгеньевиче Ферсмане. Да. Еще Ферсмана видел. Свои Ферсмана, Лодочникова, Бетехтина. До 98 он работал. 98 лет он. До 98 лет он работал в музее. А воспоминал он, когда учился, говорит, преподавали минералогию, учил доцент Бетехтин, а, значит, петрографию ассистент Коржинский. Оба академики. Потом уже оба академики, а для него они еще эти были. В общем-то, Моисей родился в один год с Ландау в девятом году. Это потрясающий случай. Как он говорит? Саша, я жил, говорит, при всех правителях России двадцатого века. У меня, говорит, уникальная биография. Это действительно. Но не Моисею Давыдовичу посвящена. Был он у Ферсмана, я про Дорфмана. Ферсман на него наорал, потому что он опоздал, а трамваи плохо ходили. Зато, говорит, Люд Вернадский принял нас очень хорошо. То есть, мы через одну руку здоровались с Вернадским, можно сказать. Да, это 1086 год. Наш полевой отряд собирается к поездке в Казахстан. Блоха есть, да? Да. Здесь тоже, как бы так сказать, и Дмитрий Анатольевич, и... А Владимир Данилович, а он из Кривбаса, его бомбят. И все его студенты сейчас, вот преподаватель Криворожского горного института, все ушли. Ладно. Добровольцы. Ладно, дальше. А теперь... Ну как, это как бы... Ладно. Слов из песни. А теперь, вот посмотрите. Мы видели первоначальный каталог Степанова, а вот съемка, назовем его каталог регистрации образцов, которые Степанов, уже будучи в музее, передавал в фонды музея. Посмотрите, какие подробные рубрикации, насколько, так сказать, четко он, как бы, так сказать, описывал все экспонаты. Следующий... Вот смотри, там, Тайплокалити, оригинал открытия, Вавенбет, видите, Власовит. Тайплокалити, треугольник красный и обведен красным кружком. Видите, у него вот эта вот система была кодов. А? Что это значит? Оригинал открытия. То есть это как бы... На нем изучалось. Дим, не тормози. Удачно. Просто очень наглядно. Вот так выглядела этикетка в до Степановский период. А это уже, когда Виктор Иванович потрудился и заставил, как бы, работать... Не надо сказать, что он был заведующим отделом... Сектора комплектования и учета. Ну, фактически, Годовиков сделал впервые... То есть в музее был как директор, главный хранитель, да? Во всех музеях всегда есть куратор. То есть это человек, который отвечает за комплектование коллекций и так далее. За пополнение фондов. За пополнение фондов и так далее. И поэтому впервые для Степанова был создан сектор комплектования фондов. То есть по-западному это называлось куратор. Сейчас куратор музея Дмитрий Ильич Белаковский. Вот. А так вот... И вот как куратор, вот он как изменил вот эти вот подходы к записи. К этикеткам. У этикеток еще есть обратная сторона, имейте в виду. Там тоже немало всего написано. Следующий. Вот теперь дальше. Так. Ну, здесь-то... Это... Это основной каталог систематической коллекции музея. Это до Степанова, это уже при Степанове. Подход тоже меняется. Сразу это видно и очень наглядно. И это только, так сказать, не весь разворот. Это, так сказать, часть информации, которая... На два листа написано. И, значит, следующая тема, о которой надо обязательно сказать. Значит, оказавшись в МГР, Степанову надо было осмыслить те данные, которые он получил на вольфрамовых объектах Казахстана. Почему там такая была необыкновенная кристаллизация, которая совершенно не билась с представлениями Чухрова? Ну, я так примитивно объясняю. И, соответственно, ему надо было искать объекты, где идет процесс современного минералообразования. Что называется, так сказать, на глазах. Самый лучший объект для этого оказались пещеры. И Степанов за, так сказать, ну, сравнительно короткий срок, работая в МГР, посетил более ста пещер. И собрал там необыкновенный материал, который он, в принципе, готовил в виде, так сказать, диссертации, иллюстрирующей его воззрение на кристаллизацию. И вот, соответственно, вот здесь вы видите образцы из коллекции пещер. Это уникальная коллекция, которая, в общем, тематически посвящена только, так сказать, этому объекту. Вот так выглядит витрина. Она была сделана вот в этом спешном авральном порядке в 1984 году, так сказать, перед Конгрессом. Практически все образцы, наверное, там, это из собрания Степанова. Вот этот вот большой, который висит, голубой арагонит, Степанов нес на себе до вагонетки. С Волгиным они висились. С Волгиным он, говорит, весил больше 80 килограмм. Да, по вертикальной лестнице, да. До вагонетки. До вагонетки. И умудрились его не побить, сохранить. Вот так вот надо любить камни. Мы его называем голубое сердце музея. Так, ну... И вот это еще. Фу. Ладно, так сказать. И то, что Степанов умел и, так сказать, мог ругаться, вы, конечно, все поняли. Ну, соответственно, без поводов Степанов на моей памяти не ругался ни разу. И я даже, честно говоря, не могу припомнить, чтобы он как-то выражался нецензурно. Как-то, видимо, это вообще мимо меня прошло. Но некоторые вещи его могли рассердить. И это касалось, значит, любой халтуры. Сделано ли это руками или написано. Вот я могу вам продемонстрировать замечательную книжку, которая, в общем, мне случайным образом, так сказать, попала в руки. Но я мимо нее не мог пройти. Это, так сказать, известная публикация нашего бывшего директора Годовикова Александра Александровича, который как раз Степанов и притащил в музей, она посвящена Агатам. Ну, Годовиков дал Степанову ее почитать, чтобы Виктор Иванович высказал без обвиняков, так сказать, что он думает по поводу этой монографии. Я просто зачитываю квинтэссенцию выписок. Ну, вот я могу пролистать, и вы увидите, что практически на каждом листе красной ручкой, так сказать, подчеркнуто, и на полях вынесены какие-то пометки. Причем, вот я следующее открываю. Я открываю фотографию. На фотографиях тоже, так сказать, подписи, так сказать... Не удивлюсь, если там родителей вызовут в конце. Ну, вот я вот просто процитирую, так сказать, некоторые краткие, так сказать, эпитеты, которыми пользовался Степанов. Неверно. Совершенно неверно. Абсолютно неверно. Противоречие. Наоборот. Сомнительная версия. Непонятно. Без доказательств. Геотреп. Ругательный был термин. Чушь. Ерунда. Фи. Нет примеров. Общие слова. Нет конкретики. Это я просто, так сказать, взял с десяток, написал наиболее, так сказать, мягких, значит, и... Это при том, что книга-то хорошая. При этом, я могу сказать, что книга, конечно, хорошая, полезная. Ну, вот на последнем развороте Виктор Иванович набросал, видимо, начало рецензии. Оно настолько, так сказать, вопиющее, что невозможно, так сказать, пройти мимо вот этого документа. Фактически это документ. Давайте я зачитаю, хотя вот вы, наверное, там часть видите. В целом удручающее господство экспромтов. Некогда было подумать. В стиле, композиции и содержании текста отсутствует анализ достоверности, входных данных, так и собственных высказываний. Также некритическое отношение к цитатам, в том числе к явно абсурдным. Повествовательный стиль изложения не позволил корректно изложить фактический материал и исключил анализ геометрии к истализации. Вывод. Текст непригоден для традиционной научной критики. В тексте игнорируется логика последовательности и механизм кристаллизации. То есть господство субъективного плана изложения над природной сущностью структуры и текстуры агата. Автор не дошел до понятия агатовая текстура, что в корне изменило бы сущность книги. После этого можно закрыть и ничего не говорить. Вот таким совершенно неординарным, парадоксальным был Степанов. И как бы, так сказать, вот Александр Андреевич Евсеев провел... На день рождения, который отмечался в музее, он провел экспресс-опрос. Да, экспресс-опрос, в том числе Степанов дал ему такое интервью. Но здесь, так сказать, на что бы я обратил внимание? Я кое-что убрал. Ну, во-первых, что мне больше всего нравится, именно вынесено в эпиграф нашей лекции, ваш самый удачный сезон. Значит, поездка в Среднюю Азию, 68-го года, мистер День, Теюму-Юн, Джижикрут, Хайдаркан. Собрано 68 ящиков образцов. Это собрано, 68 ящиков. Это не ящиков, это вот такие вот здоровенные ящики. Ваш первый образец пещеры. Я пещеру убрал, а вот первый образец, вот как раз эпиграф. 25 августа 35-го года, в 6 часов вечера, вы понимаете, вот так вот, да? Такая хронология. Вот так вот взрыв, да? Дочитав занимателями минералогии Ферсмана, схватил сапожную болотоку и вопчался на местное кладбище. Город Семенов, где валялись обломки раздитых памятников из Володинского лаборатория. Но что мне больше всего нравится, вот у Саши хорошие вопросы. С кем бы вы хотели встретиться? Хилари Хейердал Кусто. Хилари? Не малейшего желания. С Хейердалом. Это было бы интересно. И вот уже. Вот так вот. Самомнение у человека было... Вот. Ну, любыми видами спорта, значит... А, вот мне очень нравится. Выдающиеся, на ваш взгляд, спортсмены-путешественники. К профессиональным спортсменам отношусь без всякого уважения. Из любителей, альпинист Клицко, бывший начальник гималайской китайско-советской экспедиции. Николай Николаевич Микул Хамалакай. Совершенно необыкновенная личность. И давайте я подведу как бы некоторый итог нашей многочасовой говорильни сегодняшней. Так вот, значит, я тут обращусь к своему коллеге Дмитриевичу Белаковскому, который писал воспоминания про Степанова. И, значит, Белаковский имел с Виктором Ивановичем неоднократные разговоры, в том числе расспрашивал его про всякие, так сказать, особенности, связанные с коллекцией. И вот как-то в разговоре он сказал мне, что не жалеет времени ни на людей. И в первый момент это показалось мне преувеличением. Но потом понял, что отнюдь нет. Действительно, он почти никогда не отказывал в просьбе посмотреть коллекцию. Легко и быстро можно было получить нужные образцы для исследования, какие-то советы. А сначала показалось, что нет, видимо, из-за стереотипного взгляда на него, как на человека с сугубо каменной душой. За время общения с ним я все более убеждался, что человеческого, вопреки первым впечатлениям, гораздо больше, чем каменного. И как сам Виктор Иванович оценивал плод своей деятельности? Белоковский сказал об этом очень правильно. Однажды он ошарашил меня заявлением, что основная ценность его коллекции и его работы социологическая. То есть для общества, для истории. Так как создана коллекция во время упадка музеев, и многие образцы собраны и спасены со свалок, и авторы сбора не передавали образцы сами и так далее. И с этими доводами Белоковский согласился только после того, как наработал свою музейную практику. Это нынешний куратор музея, который сменил Виктора Ивановича Степанова. Его слова. А мне вспоминаются слова Жабина, который сказал, когда Степанов притаранил нас в музей всех, то есть Диму, Сашу, меня, потом Шкурский, потом Белоковского вытащили, Евсеева. И старые сотрудники музея, все время нас называли мальчики, мальчики. И вот приходит Жабин, и он говорит, ребята, как же вам повезло. Я говорю, всю жизнь мечтал работать бок о бок с Степановым. И говорит, вам повезло потому, что я с ним только ругался. Мы постоянно спорили. А к вам он относится, как к своим детям. Он вам столько прощает. И самое главное, он не требует у вас того, что от нас требует. Поэтому вам, говорит, страшно повезло. Вот таким вот образом. Так что вот так вот. Достаточно. Ну, я думаю, на этой вот оптимистичной ноте, ребята... Синьоры! Как я в Терланде говорил.